Хай май сьюдерс. В сегодняшней краткой лекции я хочу рассказать об истории развития двух ветвей богатого дерева математики и взаимоотношения между ними, и как эти две ветви произросли в сегодняшний день. Первые упоминания о математических работах мы встречаем у Павлеса-Невецкого, это 640-й год примерно до новой эры. И уже встречаемся с дедуктивным методом, которым кременную математику. Пифагор в 585-й и 500-й год до новой эры занимался геометрической теорией чисел, то есть был один из целоположников геометрической ветви и математики, в частности, арифметики алкебры. Он решал уравнения природными способами, камешками, вводил треугольные, квадратные числа и так далее, занимался натуральным рядом чисел, решением уравнений алгебраических и геометрическими построениями. В частности, открыл известный царин у Пифагора, прямугольников, нашел тройки чисел, в Пифагорской тройки чисел. Платон, в 1947-й год, в 1947-й год до новой эры, он придумал метод доказательства от противного. То есть доказывает что-то, а потом предполагает, что это не верно, доказательство, и приходит к обсорду. И только верное доказательство дает правильную результат. Ивдокс. Мы про него мало что знаем, про Ивдокса, в общем-то, он был как раз, только Архимед мог сравниться с ним по величине, по научной крупности. Он жил в 408-м, в 355-м году до новой эры. У него был только Архимед. Он ввел понятие величин для отрезков прямых углов. Изобрел метод исчерпывания. Метод исчерпывания привел к замечательным рядам, которые позволили вычислить эти слухи в любой точечке заранее заданной. И к вычислению площадей в объемах фигур Донеса. И в Клиф. Примерно в 300-м году. Он в этом году примерно обобщил математику за все 300 лет, которые до него были. С первого века. То есть за 300 лет, с 300-го года до себя. Определил прямую угол округленность, вел 10 аксиом геометрии. И все теоремы, клоевую, из этих 10 аксиом геометрически написал. 10 томов трубов по математике, диаметрии. Аполлоний. 262-й двухтысячный год до новой эры. Провел анализ конических сечений. Основал количественную астрономию. То есть, конические сечения позволили ему определить полуморбит. 255-й двухтысячный год. Ператор Сфен. Нашел точный метод определения длины округлости земли. Создал календарь с высокосным годом. Антиметрия 287-212 год. Определял мощи и объемы фигур. Мастерски применял метод исчерпывания. Для примирения и прощадения объема. В частности, пирамид. Открыл свой закон вытеснения. Который, естественно, что объем тел любой формы связан с вытесенной жидкостью этим телом без воды. Я бью его воду. Использовал спираль. В первой эре у него замечено, что он использовал спираль в своих работах. Вот дальше это направление развил диаплекс. 28-й год до новой эры. Он решил задачу, которую долго не могли решить до него. Это построить куб. Правда, ровно в два раза больше, чем заданный. С помощью чисто геометических методов. Для этого он ввел свою хребу церстойду. Он ее назвал церстойду. Никамах. Мы тоже мало про него знаем. Рядко кто знает Никамаха. Но он впервые стал делать арифметику без геометрии. Он начал вычислять без построения фигур. Без построения фигур, без построения фигур, линии и так далее, и так далее. Решал геометические задачи. То есть он был основателем второй веки математики. Аналитической, 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 алгебраической. Которая не требовала рисования, не требовала черчения. Он создал стандартный учебник, по которому учились тысячу лет. Стандартный учебник математики. Тысячу лет учили специалистов математики. Представляете, что это был за специалист. Далее Гепарх 161-126-й примерно год до новой эры. Он впервые забыл тригонометрию. А вот в Толемии он сразу же применил эту геометрию, то есть тригонометрию в астрономии. При обосновании своей модели, геоцентрической модели Вселенной. Которая политически устраивала Римскую империю. Поскольку центром мира является Земля, центром Земли является Рим. Ну и на месте Бога на Земле, это Папа Римский. Вот под этот политический заказ он был в свою систему, в общем-то, достаточно непротиворечивая. Стандартный, который можно было пользоваться. Но вот модель Коперник оказалась проще, проще, разительнее, чем модель Толемия. И она большими экспериментальными данными была, чем дина в дальнейшем. Очень крупный вклад внес математику Фибоначчо. Он, во-первых, впервые применил арабскую запись чисел. Ну и, соответственно, уравнение ее, уравнение, из которых вытекали числа Фибоначчо. И было то, что ищи. Но эти числа в природе сейчас обнаруживаются все больше и больше. Мало того, они только такой конструктивный фактор при построении различных математических километров. Дальше Альберти, он, хотя бы художник, но унес свою вклад в математику тем, что фактически проективную диаметру создал. В перспективе, в течении. Все это он выражал геометрически. Дезарк тоже этим занимался. Более крупный вклад сделал. В дальнейшем он сделал работу отберки. Неппер, казалось бы, недавно, 1614 год. Вот, а логарифм он сделал. То есть логарифм он совсем недавно, всего где 400 лет. Скоро будем отвечать. Четырехсотлетие открытым годом. В следующем году. Декарта и Эйдер ввели коплица и числа. Очень успешно и не подняли. Лиет впервые сделал буквенную запись. В алгебраевских выражениях сделал буквенную запись. И решал на уравнение с буквами. Ищи, потом буквами. И в то же время он теорему Вьетту свою предложил о корнях. О определении корней. Выражение для корней многочлена. Которая эта теорема Гауссу позволила доказать основную теорему алгебру. О том, что уравнение в одной степени имеет энкарнир. Далее Ферма, Декарта. Это координатная диаметра. То есть они уже ввели систему координат. И дальше можно было бы в этой системе координат записывать прямые, плоскости, поверхности. Используя алгебраевские игры. Работает уже и с алгебраевскими выражениями изображать результаты наград. Лагранж, Абель, Галуали, жанр в дальнейшем развитии это направление. А вот Валес, тоже малоизвестный Валес, в 1865 году получил координатным путём все результаты Эвклида. Всю пятую книгу он доказал чисто координатным путём, без рисования. Чисто аналитически. Ну и вершиной вот этого диаметрического всего метода, когда рисовали треугольники и получали с помощью их различных результатов, хоть до интегралов и законов Ньютона, вот эти диаметрические методы Ньютон проводил очень широко. Он её посторонником этого диаметрического метода, и противоположностью у Ньютона он развивал алгебраический метод, буквенные записи с полного поражения. Ну, в дальнейшем показалось, что если Ньютон нашёл тупик в своих исследованиях и ругался с Ньютон, то у Лейбиса оказалось больше последователей, и вот и Мейлер, и Лаградж, и Гердули, получили и продвинулись даже в своём теории Ньютона, дальше продвинулись, именно благодаря использованию алгебраического метода буквенных на тысячи сетях. Рассматривая историю, можно посмотреть, с чего начинались, если посмотреть археологические, геометрические расходки, то вот, если не знать никаких ни систем счисления, ни выражений, ни записей, то вот как складывались эти числа. Брался отрезок А, за ним отрезок В, и вместе сет составлял А плюс В. Соответственно, отрезок А брался, в обратную сторону откладывался В, и получался результат А минус В. Строился угол, ну, произвольный угол довольно-таки. На одной стороне угла откладывалась единица, и откладывалось одно число А. Второе число под произвольным углом к нему направлялось так, чтобы нарисовать, и откладывалось второе величие на В. Из точки единица строилась параллельная прямая, прямая параллельная В, это прямая Х, она как раз, ее величина равнялась отношению В на А. Здесь используются подобие треугольников, принцип подобия треугольников. Ну, также поменяв Х и В, то есть из единицы, если В откладывается, то мы получим Х, равные А на В. Ну, если А и В равны, то получаем квадрат. Квадратные корни тоже довольно просто, все вычислялись. С использованием теоремы Тифагора. Корень из двух, там далее, корень из восьми, и так далее, и там подобное. Также корни любого числа вот таким путем вычислялись. Когда вот натягивались такие сетки ниток, и если по горизонтали и по вертикали получалось одинаковые отрезки, то это как раз Х было корень из А. при этом ноль-один отрезок, он все время оставался при вершине у ноль, а величина ноль-ноль штрих должна была равняться этой вертикали, которая построена из точки единицы. Вот это поле из любого числа. Таким образом, в практике, в современной практике, когда управляем объектами, то приходится вычислять такие вот несложные равновесия, которые включают в себя тригонометрические функции, допустим, тангенсы, косинусы, синусы и некоторые величины. Все это вычисляется тоже чисто геометрически, без использования таблиц функций, свойства единичной окружности используются, ну и также вот, которые я показал, способы умножения и деления, которые на предыдущей странице я показал. Вот таким образом. Геометрический метод, хотя он был после ледницы сильно заброшен, но в некоторых моментах, вот для построения, в частности, намограмм, раньше намограммы, когда вычислить техники особо не было, намограммы очень широко используются. Здесь тоже чисто геометрически нет, это же бесконечности намограммы. В дальнейшем в связи с развитием вычисленных техники сейчас применялись чисто алгебраические методы, ряды для вычисления триггенометрических функций и подпрограммы специальные для вычисления функций. И вот эти вот сигналы, которые необходимо вычислять для управления системой, движущимися объектами, то эти величины подчислялись уже в двоечном коде, подчисляются они на электронных стволовую машину. Но в силу того, что алгоритмы, в частности, перемножения, деления, они занимаются довольно большое, по времени, занимают большое время, ищутся другие способы, в частности, опять возвращаются к геометрическим методам построения, то есть к графическим процессорам. Эти графические процессоры уже будут работать по принципу, и работают уже по принципу, как по старинке. То есть они будут строить гоники и глины, но только совсем другими способами, без циркуля, линейки и транспортирования. Вот. То есть на современном уровне вновь вот этот ветвь геометрически возвращается. Ну и виднейшим представителем современной ветви этой математики является Михаил Громов, который мыслит тоже геометрически, но уже в области специально празднования. Поэтому вот возврат к идеям Бютона, к идеям древних математиков происходит на новом этапе, а аналитические методы, они остаются в силе, но для более медленно протекающих процессов. Для управления более медленно протекающим процессом. Вот, что я хотел заметить по поводу вот этих таких двух ветвьих математиков и борьба, и взаимодействие между ними. Она в настоящее время продолжается. и подходы эти взаимодействуют друг с другом дополнительные. И все это имеет огромное практическое значение. Спасибо большое за внимание.